Смотри на меня внимательно. Как себя чувствуешь? Хорошо. Тебе удобно погружаться? Да. Самостоятельно? Ну, самостоятельно, не так глубоко. Не так глубоко, да? Да. А насколько глубоко самостоятельно, как ты это предлежишь? Ну, может быть, где-то 2 и 1. Как самый гипноз. Как самый гипноз? Да. Хорошо. Сейчас возьмем. Останьте. Чувствуешь себя замечательно. Ты полной безопасности. Полной безопасности. Чувствуешь себя замечательно. И самостоятельно можешь проходить туда, куда ты захочешь. Полной безопасности. Самостоятельно можешь убрать все барьеры и все преграды, которые мешают тебе получать ту информацию, которая тебе нужна. Которая тебе нужна. Ты сам решаешь, что тебе надо, а что тебе не надо. Полной безопасности. Только твой выбор. Чувствуешь себя замечательно. Чувствуешь себя превосходно. И скоро ты услышишь голос Натальи. Голос Натальи поведет тебя туда. Откуда ты будешь получать информацию, которую ты получаешь, когда ты один. Когда ты путешествуешь в своих грозах. Когда ты путешествуешь в своих мирах. Та информация, о которой ты не думаешь, она плывет сама. И ты можешь ее видеть, слышать и чувствовать. И описывать, что происходит. Ты в полной безопасности. В полной безопасности. И Натальин голос появляется. Ты слышишь мой голос. Ты слышишь мой голос. И мы идем туда, где находится. Твой Бог. Высшее сознание для тебя. Твой наставник. Твой Творец. Тот, кто дает тебе информацию о том, как двигаться дальше. Тот, кому ты безусловно доверяешь. Тот, чьей информацией ты безусловно доверяешь. И кто ответит на любой твой вопрос. Мы идем к тому, кто является для тебя Богом. Для тебя Творцом, Наставником и так далее. И мы оказываемся в общем информационном поле, где есть доступ к любой информации. К любой информации, даже если это хроники Акаши. Информация о прошлом или будущем. Информация о научных знаниях. Информация о ресурсах психики. Информация о событийных рядах. Пространство вариантов. Сейчас ты имеешь доступ ко всему. Потому что отвечать тебе будет твой Бог. Твой Бог, который дает тебе доступ абсолютно к любой информации. И первый вопрос, который хочется задать твоему Богу и услышать ответ через тебя, через твое тело, это, где хранятся ресурсы психики человека? Есть ли какие-то ограничения у человека по его способностям? Я не понимаю, что он говорит. Я понимаю, что он говорит. Хорошо, спроси у него. Есть ли у тебя какие-то ограничения в твоих возможностях? Кто эти ограничения создал? Эти ограничения создает Бог? Нет. Как появляются у нас в психике ограничения? Сами. Откуда? Откуда мы их берем и зачем? Из мира окружающего защититься от всего и от ничего? От самих себя? От страхов? Откуда у нас берутся эти страхи? Почему мы боимся мира и от кого-то пытаемся защититься? Страхи-пироты? Из Расма? Из Носгел? Из... Я не могу понять слово из той части мозга, которая отвечает за логику. Мы можем как-то убрать ограничения, мы можем каким-то образом проработать свои страхи. Что нужно сделать человеку для того, чтобы раскрыть ресурсы своей психики, раскрыть другие возможности, сверхвозможности. Чтобы познать себя, сначала нужно познать мир окружающих, близких, познать, как они думают, как мыслят, все направления. Только тогда можно научиться снимать все барьеры, которые установлены у человека в течение его жизни, которые он сам себя устанавливает. И тогда ты сможешь эти барьеры снимать и остальным. Барьеров не будет у тебя. У тебя будет безграничный мир. у тебя будет как паутина, и ты сидишь в нее центре. И по любой ниточке ты можешь получить все, что тебе нужно. и эта паутина, она не плоская, она всесторонняя. и ты сможешь добраться до куда угодно благодаря своему мозгу, своему подсознанию. Если она будет подключена к тому единому разуму, который дает информацию, чтобы его подключить, нужна вера. Вера в этом, вера, она рождает те возможности. Ты словно видишь этот канал. видишь нити, которые ведут даже от пальцев к каким-то людям. Видишь энергетический поток, который исходит от руки, когда сканируешь других людей. Видишь, как меняется аура людей. видишь, где ее можно изменить. Все это можно сделать, если твоя душа, подсознание будет иметь большую власть над над частью мозга, которая думает. думает. Можешь ли ты подсказать, с чего надо начать человеку? развивать свои психические способности? Любые. Абсолютно любые. Начиная от творчества, заканчивая силой, памятью, невероятными физическими способностями, спортом и так далее. сканирование, сканирование предметов с закрытыми руками, рукой на расстоянии. Сначала ложишь перед собой несколько предметов. Держишь над ним руку, после этого закрываешь глаза и чувствуешь, какие ощущения исходят от этого предмета. и так с каждым предметом. Потом перемешиваешь их, закрываешь глаза, завязываешь их. И делаешь то же самое, только по тем ощущениям, которые ты испытывал. ты находишь те же предметы и ты их найдешь. Расслабление, если зародить себе древо, даже не древо, куст, цветок, розу, лотус. изразить его в солнечном сплетении. Вот здесь мысленно представив его. Представив его настолько, чтобы физически его почувствовать, как будто что-то внедрено. это одна из самых важных вещей, которые помогут тебе улучшить свое здоровье. И за счет этого будет улучшаться здоровье окружающих. К тебе будет так и липнуть везение во всем. Все будет получаться. Ты начнешь сиять. И каждый день, каждое утро, вечер, когда удобно, ты начинаешь. Зачем сиять. Зачем сиять. Зачем сиять. Зачем сиять. Каждый раз, закрывая глаза, ты представляешь, как это зерно разрастается. Пока оно не станет настолько огромным, что сможет своими лепестками покрыться тебя полностью. И ты засияешь. И это подсознание будет властно над частью мозга, который думает. Мозг, который думает, он мешает. Он постоянно отговаривает. Он говорит, что это не подойдет. Он все время тебе скажет, что это обман. Он все время тебе скажет, что это бесполезно. Он все время тебе скажет, что у тебя ничего не получится. Но твоя вера должна быть сильней. И твоя вера будет сильней. И то, что ты хочешь получить, ты это получишь. Даже несмотря на то, насколько ты оттеселся к тому, что тебе сейчас сказали. Это основное упражнение на развитие экстрасенсорной чувствительности и на работу с энергетикой. Есть ли какие-то еще упражнения, которые можно делать, которые очень эффективны, чтобы человек хорошо растрансовался сам, выглубился в свою психику? Я не могу передать вопрос, я не понял. Есть ли еще какие-то упражнения, которые помогут человеку, выглубиться? Что еще человеку сделать? Два упражнения есть, еще какие упражнения есть? Или техники? Сон. Переход из фазы полутрема в сон. Есть этот переход, за который нужно за... Зацепить крючок. Чтобы это состояние, это самочувствие, оно выглядит... Как маленькая дырочка от проема в розетке. Когда зацепишь крючок, с каждым разом оно будет разрастаться. И в этой фазе, в этой фазе сна, или не сна, в этой фазе бодрствования, когда ты отделяешься от полностью всего мира, когда ты находишься в параллельных пространствах, когда ты находишься где угодно, но только не там, где ты остался, твое тело, там ты сможешь... Ты сможешь путешествовать по всяким мирам, по разным мирам. Ты сможешь путешествовать по тому миру, в котором ты находишься. Ты сможешь увидеть, где находится любой человек. Ты сможешь увидеть то, что было. Ты сможешь увидеть то, что будет. Но то, что будет, ты сможешь увидеть то, как оно будет на тот момент, как происходит в настоящем. Будущее никогда не будет таким, каким мы его видим, заглядывая в будущее. Чтобы оно было таким, каким мы его видим, когда заглядываем в будущее, нужно постоянно регулировать настоящее. Мне тяжело говорить. Чувствуешь себя замечательно. Чувствуешь себя лучше и лучше. Лучше и лучше. Лучше и лучше. Расслабляешься. Расслабляешься. Погружаешься в свое состояние. Еще легче, еще лучше. С каждым звуком моего голоса становится лучше и лучше. Становится легче и легче. И прямо сейчас. Ты можешь вспомнить все свои успехи. Все то, что в тебе было когда-то открыто. Все то, что когда-то ты достиг. Ты можешь припомнить прямо сейчас. И ты можешь взглянуть с высоты своего опыта на те ограничения, которые возникли. Которые ограничивали. И отказаться от них прямо сейчас. Так как ты знаешь, что ты можешь. Ты можешь больше, чем то, что ограничивает тебя. Больше, чем то, что тормозит тебя. Ты легко отпустишь эти ограничения. Зная, что в любой момент ты можешь их вернуть. Тогда, когда они тебе помогают. Ты их вернешь, и они тебе помогут. А когда они тебя ограничивают, они просто исчезнут. И ограничения закрытия. Тебе надо для того, чтобы закрыть себя в нужный момент. И быть в полной безопасности. Чтобы никто никогда не смог использовать это состояние тебе во вред. Ты можешь сам снимать и убирать их. И делаешь это самостоятельно. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. И скоро. Ты вернешься из этого путешествия. С новыми навыками. С новыми ощущениями. Прямо сейчас. Обстань.